Ребята, мы добрались до Стамбула и мы сейчас находимся в одном из самых инстаграмных мест Стамбула. Это район Фенер и Балат. Раньше здесь проживали грехи и израильтяне, евреи. Потом грехов выселили, евреи уехали сами и стало жить местное население. Со временем они поняли, что этот район привлекает очень много туристов, перекрасили все домики вот примерно вот так и теперь это один из самых туристических районов Стамбула. Ребята, если вдруг поедете на туристическом лайнере, как мы, то лайнер останавливается в районе Каракёй. Но чтобы перейти на самую интересную сторону, район Галадской башни, вам нужно будет перейти на мост, поэтому лучше взять таксист. В итоге таксисты называют фиксированную цену. Вы с ними торгуетесь и настаиваете на том, что поедете по счетчику. Вот у нас, например, у нас просили 12 баксов, мы доехали за 100 лир в итоге. Нормально? Как говорят, Валер, если хочешь посмотреть настоящую жизнь местного жителя, нужно вот сюда ехать. Но этот район вообще-то не очень сильно безопасный, как бы. Посмотри, вот так вот любят они, да, вот эти вот развешивать штуки. Выглядит, конечно, ужасающе. Слушай, здесь такие решетки у всех, да? Угу. Вот, ребят, мы нашли это знаменитое кафе «Нафталин». Находится оно прямо на остановке «Финер». Сейчас зайдем посмотрим, что здесь есть. Хеллоу. Вот такое вот у них меню. Так, что тут есть? Омлет, все 70-220. Всякие вегетарианские митболы, 220 лир. Я, наверное, возьму этот, домашний лимонад. Вот, посмотрите, все здесь какое винтажненько. Здесь все просто полностью винтажненько. Вот, когда феечки здесь лежат, их никто не трогает. Самое оригинальное в этом кафе. Даже не вот эти все «Нафталиновые» штучки, «Ретто» штучки. Извините, я слышала, что у вас очень красивый туалет. Да, да. Да? Это дверь? Это дверь? Это дверь? Да. Вот, дверь холодильника. Заходим. Па-пам! Наклоняемся. И вот тут вот туалетик такой. Прикольно. Закрываем. Все. В туалет сходили. Не, ну додуматься этого такого, это вообще кайф. Красиво, но страшно. Вернее, страшно красиво. Мы забрали в район, где совсем местное население. Просто совсем-совсем, а может быть даже не местное, а может переселенцы откуда-нибудь. Как-то все толкаются. Грязища. Продают какого-то кучу вношенного тряпья. Такое ощущение, что они снимают туристов и продают ношеные ботинки, ношеные штаны. Вот район Каракей, район бутырков, хипстеров и лайнеров. Сюда приходят лайнеры, и мы должны были тоже сюда прийти. Но почему-то нас пришвартовали с стороны Гранд Базар. Видимо, может быть, потому что здесь не было места. Да, Валер? Ну, скорее всего, не было места. Типа вы маленькие, так это отщепенцы там, блин, побудете. Да, смотри, какие большие эти лайнеры, да? Вот на таком, наверное, прикольно прокатиться было бы. Там, наверное, и бассейн есть. Вот это вот наверху у него... Что за шляпа, Валер? Это, наверное, бассейн, да? Не знаю. О, тут еще, вот. Ничего себе. Нет, ну этот больше как бы... Нет. Наш намного меньше. Совсем другой Стамбул. Есть такой деловой-деловой, да? Мы едем на площадь такси, пробовать самое вкусное пиво. Подниматься на площадь пешком нереально, очень высоко. Поэтому либо едете на такси, либо еще один такой вариант на фуникулёре. Я не знаю, я могу садиться или нет. Потому что присяду, блин. А там будет у меня присяду. Наверное, постою, блин. Едем на фуникулёре. Ну, какое себе. Постоянно едем в каком-то туннеле. Но зато прикольно. Сил уже ходить нет. Ну, вот мы на площади такси. Сейчас будем искать пивной бар. Юту называется. Юту Айриш Бар. Как говорят, там самый вкусный в Стамбуле Гиннес. И даже компания Гиннес этому бару даже выдала лицензию на возможность продавать это пиво. Так что куда идем из питочком? Я не знаю, где этот бар-то. Вот этот легендарный Юту Паб в Стамбуле с самым вкусным Гиннесом в Турции. Пробуем. Баром, конечно, это сложно назвать. Это микробарчик. Буквально раз и два и три. Три стола. В общем, наливают Гиннес. И пять минут ждешь. Наверное, чтобы осела вот эта вот пенка. 260 мир стоит. И потом что-то вот он еще будет с ним делать. Я как бы не очень поразбираюсь в пиве пока. Он смотрится красиво, да? Да. Он сайт на какую-то, видишь, эту... Да нет, это просто подсветка, чтобы было видно красиво. А я думала, это какой-то магнитный чип. Как бы трясет, и он оседает. Не-не-не. У нас-то, по-моему, не делают, да? Ну да, у нас сразу как бы... Налебат и во свояси. Видишь, получается, надо как бы ждать. Ну да. Если ты пьешь как кафе-стайл, если ты пьешь как кафе-стайл, ты пьешь 100% фон. Если ты открываешь муд и пьешь, твоя пья должна быть большей. Ты пьешь 90% бир и 10% фон. В общем, он сказал, что здесь пена, а здесь находится вот само пиво. Не трейтся. Я хочу пить как это. Потому что я тут начала чуть-чуть. А, то есть побольше. Найс, найс, найс. Это не так, это не так, это не так. Найс, перенайс. Это не так, реально, найс. Очень вкусный, Валер. Мне понравился. То есть надо его быстро пить, чтобы захватывать 10% пенки, он сказал, и остальное пиво пить. Ну как? Ну то, что у нас я в последнее время покупал, но совсем другое по вкусу. Ну то есть это тебе нравится? Это да. Она плотная, да? Она плотная, насыщенная. 13 лет назад мы пробовали его. Да-да-да. Такое есть. Ну только нам никто не объяснял, что так нужно. Я-то по маленькому глоточку, и он меня остановил, говорит, ты пену просто пьешь, а это тагина настоящая, он тебя здесь ждет. Поэтому большими глотками, чтобы заплатить 10% этого пенки и 30% пива. Ну давай, пей тоже. Ну ладно, пиво вкусное. Да, не зря. Не зря 4 часа хорячились, да? Но 265 лет тоже, да? Получается почти тысяча рублей, 900 рублей. Ну 800. Это пинта? Нет, 0,5. А-а. Нет, ну вкусное, вкусное. Короче, рекомендуем. На самом деле ирландских баров много, но только вот у него аж целых две лицензии от Гиннеса из Дублина. А других нету, это просто, наверное... А у него одна лицензия от 2011 года, вторая от 2022. А-а. В 1978 году, в году моего рождения, владелец вот этого заведения придумал мокрый бургер. Кизил Кайалар назвал. И запонитиковал это название. Конкуренты придумали другое название. Ислак бургер он называется. Но вообще оригинальный мокрый бургер делают только вот здесь. Это только фарш, да? И очень сильно пропитанная булочка на пару, да? Видимо, да. Вкусно? К бургеру это не имеет вообще никакого отношения, да, Валер? И тут вот прям ждать не надо. 65 нир, подходишь тебе быстро кока-колу, этот бургер. И все. Нет, Стамбул все-таки надо смотреть какую-то это весну-осень. Да, потому что очень жарко, да? На износ идешь. И вариантов у тебя нет других, потому что ты приехал, ты привязан в судну и грубо говоря, хочешь не хочешь, либо на судне сиди, либо иди гуляй по зною. На судне полный трэш, потому что, извините, бассейна нет, и что ты там делаешь? Ну да. На солнце там, на этой верхней полной, просто сгоришь. Ну, либо на яхте сидеть, либо бухать там где-то, я не знаю даже где, там. Ну, ты сейчас побухал, дальше ты спать пойдешь. Ну да, а здесь тяжело ходить, потому что очень мало тени, да, Валер? Потому что в Стамбуле вообще, в принципе, ну, как бы не зеленый город, по крайней мере, центр, да? Не, ну, может кто-то приезжает за шопингом, как бы. За шопингом сюда и приезжают, да, вот они идут в район Ла-Ла-Ли, и там все покупают. И здесь вот уже на этой набережной Галата много бутиков различных, такие отели, пятизвездочные. Да, Витя. Все ходят, глазеют. Тут более-менее чисто, да, кстати, Валер? Ну да. Там нет, на набережной мы вышли с моста, там, извините, такая срань. Нет, ну это с под мостом, Валер, а здесь вот уже, где Мариотты и так далее, здесь уже почище. Да, я говорю, мы у себя там сравниваем, что у нас там где-то грязно. Блин, ребята, поверьте, у нас везде чисто. Вот здесь точно срань. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже просто нет больше сил, я вам записываю подводку на последнем на стакане. Сегодня мы прошли по Стамбулу, по жаре 20 тысяч шагов, может быть, даже и больше. Вообще, на самом деле, для нас это мало, но Стамбул просто все силы у нас забрал. Поэтому, ребята, на сегодня все. Следующий остановок был у нас в Сочи. Домой. Мы едем домой.